Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, из Самары, где сносят Божий дом. Ситуация парадоксальная. Помните, многие песни харизматические пели «Строится, строится Божий дом». Сегодня и Ледяева запретили, и храмы сносят. Я приехал специально, чтобы увидеть. Зашел на территорию. Земля все еще принадлежит церкви, но на нее захватили вот эти сотрудники, которые занимаются сносом. Пастор Сергей говорит, что приехали, запугали верующих, сказали, там полиция, ФСБ, все службы были. Сказали, только шаг сделайте, будем забирать, дела возбуждать на вас. На своей же земле они могут ступить. Мне он разрешил, я зашел на территорию. Неизвестные люди, строители, руководители какого-то такого очень мощного телосложения. Он пытался сначала нормально, пытались найти общий язык. Я говорю, я поснимаю, сейчас выйду. Но он вел достаточно себя агрессивно. Напал мне, меня схватил здесь за грудь, микрофон, пытался крест сорвать, рясу порвать. Потом напал на нашего оператора, на пастора нашего. Похитил мой телефон, позднее отдал его. Пытался разбить, кричал, сейчас разобью. Но вы увидите все на видео. Вы видите, что происходит. Вы видите, да? И что происходит в жизни и в отношении СМИ тех и тех и других. Сейчас ДОЖ признали иноагентами, еще кем-то. Наши религиозные организации. И все молчат. Но посмотрите, как СМИ объединились. Они сейчас вносят поправки в закон, чтобы что-то изменилось в стране. Мне кажется, и мы, как религиозные лидеры, как пастыри и епископы, должны также объединиться. Но если у самих смелости нет, давайте идти за кем-то, у кого есть смелость. Те же журналисты, они объединяются сегодня для того, чтобы отстаивать свои права. Право на свободу голоса, на свободу совести. Давайте мы отстаивать свои права. Право на молитву. Мы имеем право собираться, молиться. До сих пор нет ответа, кому помешала церковь на своей земле. Первоначально были разрешения все на строительство. Кому она помешала? Кто пострадал от действия церкви? Что люди приходят, молятся Богу, благословляют город? Вопросов больше, чем достаточно. У меня поднялось давление даже после нападения этого человека. Они вызвали группу быстрого реагирования, они приехали. В общем, тут было что-то невероятное. Просто вы кто? Я говорю, я епископ, представьтесь. Он так и не представился. Но что происходит сегодня, вы видите? Вы видите, голос никто не поднимает в защиту церкви. Никто. Даже свои. В Москве наши пасты и епископы делали заявление, но так отмалчиваются. Не хотят, как говорят, обострять ситуацию. И самое ужасное, что я услышал, тоже от одного епископа, не буду говорить от кого, ну это перегибы на местах. Друзья, что с нами происходит? Что у вас в голове? Что значит перегибы? Сносят храм пресвитерианской церкви. Церковь, которая дружит и имеет очень близкие, теплые отношения с церквями пресвитерианскими и Южной Кореи. И в других странах мира. Это древняя, ну не древняя, но старая деноминация такая. Очень много, вот я в Калужской области знаю, у нас тоже есть пресвитериане, тоже корейцы. Многие руководители, это пресвитеры на Самсунге работают, руководители этого предприятия, на других предприятиях. У нас по стране здесь очень много верующих. И как в самой Корее, там огромный процент евангельских верующих. И сегодня такой позор на весь мир разойдется. Покажут это во всех средствах массовой информации, что сносят храм без причины, без всего. Кому помешал? Мы пытались апеллировать к закону, который подписал наш президент. До 30-го года, что религиозные организации должны привести в соответствие все свои документы, все бумаги, все. Специальный закон для кого подписал президент? Для мэра Самары? Нет. Они об этом не слышали, да им все равно. Знаете, вот в ковидный год, в 20-е очень много людей подходили, жаловались, звонят, рассказывают. Кому-то это не доплатили, врачам сначала не платили, обманывали, еще что-то. И разные проблемы, не только с ковидом. Но вот все так в жизни, люди говорят. Идем к начальству разбираться. Они говорят, вот Путин подписал, пусть он вам и помогает. И ты думаешь, слушайте, мы живем в государстве, где нам враги внешне не нужны. У нас внутри вот такое все. Что типа вот он вам дал все предпределение, пусть он с вами и разбирается. Я думаю, что такая же позиция, вот мне показалось, ничем не отличается здесь у городских властей города Самары. Я знаю, что по нашим письмам губернатор предпринимал шаги, услышал. Была встреча в администрации области, попытались посадить за стол переговоров, потому что позиция церкви была однозначна. Мы готовы заключить мировое соглашение. Мы готовы устранить. И они устранили фактически все недостатки. Сейчас пастор, конечно, напуган. Ему уже сказали, приехали эти все уже сейчас, сказали, что будет только хуже. Что вот мы хотели окна вам отдать, теперь мы их себе заберем. Ну, забирайте. Забирайте. Я разговаривал с этим молодым человеком, который напал меня, пытался драку затеять. Вот, они тоже снимали, пусть покажут свое видео. Вот. Я говорю, вы верующий? Он говорит, верующий. Я говорю, у вас вот рука поднимается. Он говорит, а что делать? Ну, не мы так других бы, не другие, так третьи бы наняли. Я говорю, знаете, вот в Нюрнберге так фашисты отвечали, когда говорили, ну, нам приказали, мы всего лишь исполняли свои приказы. Я говорю, у каждого есть совесть, у вас же есть совесть. У вас есть жена, дети, Бог все видит. Однажды вы перед ним предстанете и дадите ему отчет. Я просто больше не знаю, что сказать. Вот, то, что сказал, то сказал. Все вы увидите на кадрах, посмотрите сами, услышите, как все это было. Я действовал с разрешениями. Это церковная земля, я ему объясняю. Суд не принимал решений, чтобы вы захватили церковную землю. Она принадлежит местной религиозной организации. Суд принял решение о сносе только храма. Сносите, я не против, я вам не мешаю. Я вышел вот подснять чуть-чуть и все. Но храм снесут уже. Вот такая ситуация. К сожалению, с молчаливого согласия нашего большинства, наших пастырей и епископов. Благослови всех, Господь. С вами я из Самары, епископ Альберт Раткин. Наш канал «Взгляд с небесной». Да, в отношении храма было принято решение о сносе. Я хочу вас попросить, давайте туда выйдем и там поотчаясь. Можно так сделать? Да, после сверкновения. После сверкновения. Потому что. Почему? Потому что. Я же ничего не делаю. Незаконно. Погинуть, строй, строй, строй. Сейчас. Это не строй площадки. Это площадка, где разрушаются храмы. Как вы видите, противодействие. Неизвестные сотрудники. Сейчас отнимают. В смысле вы сейчас записываете? Выйдите с территорией моей площадки и там записываете, пожалуйста. И пока здесь я могу с вами сделать все что угодно. Я вас правду. Вот выйдите сюда и отсюда снимаете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы схватили меня здесь, пытались сорвать крест, пытались сорвать микрофон. Вы ненавидите христиан? Вы ненавидите церковь? Это ни о чем не говорится. Христианин не будет сосить Божий дом. Вы не будете сосить Божий дом. Лучше бы вы отказались от этого труда. Бог все помнит. Бог судья верный. Вы знаете. Откажемся, мы придут другим. Хорошо. Не придут другие, придут третьи. Согласен? Согласен. Вопросы в этом плане есть, конечно. У нас всегда у каждого есть, у вас только христианин есть. Вы представьте, что вы скажете. Господь, меня заставили. Фашисты в Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью-Нью. А он нам не приказан не спрямляет. А я зарабатываю. У вас, наверное, дети есть. Вы скажете, что я дом Божий, спасен. Потому что нет, вы скажете. Вот я в предстоятельности. С администрацией подростковой решения. Вы решили на трех людей. Нет, никто не должен пройти. Вот, если вы можете стоять и снимать. Ну, ребят, куда вам организацию пройти? Ну, зачем вы не говорите такое? Куда вы в воду? Мы живем в свободной стране. Хорошо, вы это не спрямляете. Ну, почему? Я все понял. Я их представитель не писала. Напали на оператора, пытались выбрать. Пытались на аваритетский дископад. Это ваше право. Вы, я не так, записывали сейчас камеру или нет? Да, у меня тоже здесь пять камер. Хорошо. Все видели, как вы сплотили меня за Шейлора. Вот здесь. Где Сергей? Эй, 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 что вы делаете? Телефон дайте. Телефон отдайте. Вы что? Я полупал. Я нормально. Вы, если нормально, адекватно идут, подойдите, просите, поговорите. Просили у хозяина. У нас за территорию находимся даже. У нас за хозяин, понимаете? Здесь какая-то потасовка, драка произошла. Спасибо. Продолжение следует...